МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Последний звонок прозвенел для более чем тысячи выпускников учебных заведений Ленинского городского округа. Именно к вам мы бежали со своими проблемами. Вы помогали нам их решать. Мы бежали к вас, были своими достижениями и достигнутыми целями. Слово врачам 25 мая во многих странах отмечают Всемирный день щитовидной железы. Щитовидная железа оказывает влияние на весь организм. Житель городского округа Домодедова Егор Щербаков стал победителем специальной номинации Видное ТВ на конкурсе «Зубовские чтения» и пришел к нам в гости. Мне очень понравилось. Очень гостеприимно приняли, очень радушно. Одним из самых главных событий 25 мая стал последний звонок. Он прозвенел для более чем тысячи выпускников Ленинского городского округа. В Видновской гимназии ученики, преподаватели и родители превратили мероприятие в фееричное шоу. Одним из зрителей праздника стал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Одиннадцать лет они мужно боролись с голодом и сном. Со страхом и неуверенностью. С собственной ленью. Опасности подстерегали их на каждом шагу. Креативу ученикам и учителям Видновской гимназии не занимать. Вот и праздник в честь последнего звонка они представили, как воспоминания о школьной жизни, в которой каждый эпизод – часть большого киносериала. У ребят наступает экзаменационный период, все-таки они готовятся к экзаменам. Но, как правило, когда наступает праздник, последний звонок, все мобилизуются и получается такое мероприятие. Конечно, это совместное творчество. И ребята, и администрация. Ребята, конечно, всегда в приоритете, поскольку это их праздник, их выпускной. На таком представлении не заскучаешь песенные и танцевальные номера, театрализованные постановки, общение с залом. Гостем мероприятия стал глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, который обратился к учителям, родителям и ученикам с теплыми словами. Впереди у вас выпускные экзамены. Я хочу пожелать, чтобы все то, что выбрали, то, что у вас вбивали и вкалачивали, весь накопленный багаж знаний, он позволил вам показать все самое лучшее и, может быть, даже слегка прыгнуть выше головы, порадовав и себя, и педагогов, и родителей. Впрочем, свои творческие навыки показали не только выпускники, но и их родители, и учителя. Для классного руководителя 11-го Б класса Татьяны Митрофановой это двойной праздник. Здесь она и в роли преподавателя, и в качестве мамы. В классе, которым она руководит, учится ее сын. Татьяна Николаевна признается, расставаться с ребятами немножко грустно. У нас замечательные дети. Я веду в старших классах, у меня 11-11 Б. Ребята действительно целеустремленные. Ребята очень добрые, позитивные. И с ними работать одно удовольствие. Поэтому проблем не было. Всего в Ленинском городском округе последний звонок прозвенел для более чем тысячи выпускников. 64 из них скоро покинут стены Видновской гимназии. Сейчас для ребят наступает время строить и выполнять намеченные планы. Я собираюсь поступать на педагога математики. В будущем собираюсь преподавать, скорее всего, здесь. А почему такой выбор? Учительница у меня очень хорошая. Я хочу работать тату-мастером. Мне вот это... Мне это очень интересно. Сейчас главное это выбрать и подготовиться хорошо, чтобы сдать. То есть вы сейчас до сих пор не определились, в какой вуз будете поступать? Определился, но можно же на пять вузов подать. А вузов не так много, чтобы подать на мое направление, которое надо. А что за направление? Ну, на программисток. Впереди у ребят последнее и самое важное школьное испытание сдача единого государственного экзамена. Им желают удачи Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская и весь коллектив телеканала Видное ТВ. В продолжение темы. Последний звонок также прозвенел для выпускников 11-й школы Видновского художественно-технического лицея. И наша съемочная группа побывала на торжественных мероприятиях в образовательных учреждениях. В Видновской школе номер 11 в этом году два выпускных класса. Для ребят последний звонок, конечно, событие долгожданное. Но все же праздник получился с ощущением легкой грусти. До сих пор не понимаю, реальность это или нет. Я вроде только вчера в садик пришел. А сейчас я уже все, выпускник. Новый этап в жизни получается. И вроде я рад, что закончилось, а вроде так грустно. Я нашла новых друзей. Я нашла людей, которые могут поддержать в трудный период. Коллектив больше всего, наверное, учительский запомнится. Потому что это те люди, которые не просто учителя, а это прям наставники по жизни. Среди 51 выпускника учебного заведения три медалиста. Директор школы Людмила Нарышкина признается, что эти ребята порадовали педагогов не только отличными знаниями, но и активным участием в различных мероприятиях. Эти ученики запомнятся о своей активности. Это активисты российского движения школьников. Сегодня это движение называется РДДМ. Ни одно мероприятие без этих красивых, задорных, бойких, веселых ребят не проходило. Дорогие выпускники, я от всей души поздравляю вас с праздником. Жизнь – это всего лишь игра. Постарайтесь ее сыграть достойно. Последний звонок – особенный день. И для родителей многие отмечают, как быстро пролетели школьные годы. Волнительно. Я, наверное, сейчас там расплачусь, когда все это будет происходить, потому что очень переживаем, очень волнуемся. Как больше сейчас за экзамены, за поступления. Для торжества в честь последнего звонка 11-классники подготовили необычное выступление. На сцене актового зала развернулись съемки настоящего художественного фильма. Мы снимаем кино на сцене, получается. У нас будут кадры актера Адама и Ева и режиссера, сценариста, съемочная группа. Съемка уже как Адам и Ева, ну, исполняют свои роли. Сцена украшена под рай Адама и Ева. Тематика вроде понятная. На праздник были приглашены почетные гости, которые пожелали ребятам успехов и удачи во всех делах, ведь впереди у них новый жизненный этап. Дорогие ребята, совсем скоро вам предстоит выпускный экзамен. Мы уверены, что все его покажут очень достойные результаты. Поступите в учебное заведение профессионального звена, где продолжите получать свое образование и начнете достигать отзыв будущих профессий. Смело делайте первый шаг в взрослую жизнь. Верьте в себя, в свои силы. Ставьте перед собой цели, двигайтесь к ним. И мы уверены, что в самое ближайшее время будем узнавать о ваших победах и гордиться вашими достижениями. Надо просто не бояться Онорваться от земли В двух шагах от мечты так символично назывался танцевальный номер, который открыл праздничную программу последнего звонка в Видновском художественно-техническом лицее. Ведь для одиннадцатиклассников это действительно новая точка отсчета. Мне хочется, чтобы вы во взрослую жизнь пошли достойно. Я уверяю, что путь у вас будет не как у нас, он будет термистый, со своими неудачами, взлетами и падениями. Я хочу пожелать вам, чтобы, несмотря ни на что, вы всегда оставались людьми, верными своему слову. Поздравил ребят с окончанием школы и пожелал уверенно идти к своим целям депутат Совета депутатов Ленинского городского округа и выпускник лицея Павел Русаков. Я уже, наверное, пятый или шестой год прихожу сюда и уже сам себя чувствую выпускником, хотя и являюсь именно из-за стены этой школы. Я и вышел во взрослую жизнь. Ребят, что хочется сказать. Сегодня особенное время. Это время изменений в мире, в нашей стране. И у вас открывается уникальное окно возможностей. Со сцены для главных героев праздника звучали трогательные стихотворения первоклассников и напутствие учителей, которые за столько лет, проведенных в школе, для ребят стали почти родными. Вы не просто педагог, вы настоящий друг, наставник. Ведь именно к вам вы бежали со своими проблемами. Вы помогали нам их решать. Мы бежали к мастерам с своими достижениями и достигнутыми целями. Вы нас болели и обожали. Впереди у ребят выпускные экзамены. Каждому из них предстоит продемонстрировать все свои знания, полученные в школе. Показать характер и волю к победе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Врачи называют ее полководцем всех обменных процессов и за внешнее сходство сравнивают с бабочкой, прикрывающей своими крыльями, щитами, трахею. 25 мая во многих странах отмечают Всемирный день щитовидной железы. О том, как сохранить ее здоровье, наш следующий сюжет. Плотните. Не больно? Щитовидная железа – один из главных производителей гормонов в организме человека. Они регулируют обмен веществ, потребление кислорода тканями и рост клеток, отвечают за работу иммунной системы, словом, влияют на все стороны жизни. Согласно статистике, до трети всего населения нашей планеты имеют те или иные проблемы с щитовидкой. Щитовидная железа оказывает влияние на весь организм. Чаще к нам приходят пациенты с гипотиреозом – это сниженная функция щитовидной железы, с тиреотоксикозом – это гиперфункция щитовидной железы, с узловыми образованиями, с аутоиммунными тиреидитами. Врачи утверждают, понять, что с щитовидной железой что-то не так, можно по множеству симптомов. Если вдруг человек стал терять вес по непонятным причинам, появилась раздражительность, нарушение ритма, либо наоборот, набор веса, тоже без причины, отечность, потливость, необходимо обратиться к врачу. К счастью, большинство нарушений работы щитовидной железы хорошо поддается лечению. Главное – не запускать болезнь, регулярно проходить диспансеризацию и не откладывать визит к доктору, если вас что-то беспокоит. Я здесь регулярно наблюдаюсь, контролирую свои анализы. На данный момент у меня уже наступила ремиссия. Каждый раз все анализы на гормоны я сдавала, проходила УЗИ, направление к другим специалистам, обязательно надо дать общую кровь, проверять сердце. Поэтому я очень довольна и ничуть не жалею, что обратилась в поликлинику по месту жительства. Ну а что нужно делать, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы? В первую очередь включить в свой рацион продукты, богатые йодом и селеном. Мы живем еще в андемичном районе по йододефициту. Чаще все-таки йододефицит приводит к каким-то узловым образованиям в щитовидной железе. А взрослому человеку достаточно употреблять в пищу едированную соль, морепродукты, морскую капусту. Едированную соль ежедневно надо принимать, а морепродукты хотя бы 2-3 раза в неделю. Также щитовидка любит чеснок, хурму, орехи, а еще здоровый образ жизни, соблюдение режима труда и отдыха, чистый воздух и регулярные умеренные физические нагрузки. Помните об этом всегда, а не только во всемирный день щитовидной железы, который многие страны отмечают 25 мая. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Житель городского округа Домодедово Егор Щербаков стал победителем специальной номинации Видное ТВ на конкурсе «Зубовские чтения». На днях Егор посетил студию телеканала и рассказал нашему корреспонденту Юрию Погосян о своих увлечениях и планах на будущее. Егору Щербакову 16 лет. С детства мальчик увлекается творчеством. Когда-то пел, играл в театре, потом начал писать сценарии и стихи. Это хобби осталось молодым человеком и по сей день. Вообще Егор – личность разносторонняя. Изучает историю, занимается волонтерской деятельностью. Состоит в Молодой гвардии партии «Единая Россия». Мы помогаем в приведении мероприятий, игровых, массовых. То есть работаем с детьми, по большей части. Выезжаем на выездные мероприятия, помогаем пожелым людям, ветеранам войны. Когда помогаешь людям, становится так тепло на душе и понимаешь, что все это не зря. И я считаю, что творческие люди, волонтеры, творческие люди пришли в этот мир не зря. Они привлекают людей, так скажем, к моральным, духовным ценностям. За добросовестную волонтерскую деятельность Егора наградил губернатора Московской области Андрей Воробьев. Эту грамоту из десятка других молодой человек отмечает особенно. И все же силы на такой активный образ жизни наш герой черпает именно в творчестве. В апреле этого года Егор выступил на конкурсе «Зубовские чтения». Среди прочих наград – победа в специальной номинации «Видное ТВ». На днях посетил телеканал и попробовал себя в роли ведущего. Мне очень понравилось. Очень гостеприимно приняли, очень радушно. Конечно, мне нравится этот процесс. Это, в первую очередь, работа с публикой, работа на всеобщее обозрение. Это очень интересно. Егор любит свою родину. В основном пишет о патриотизме. Считает эту тему очень важной для каждого жителя России. Мы плетем сети для наших солдат. Мы пишем им письма. Это, на самом деле, очень помогает. Мы, считай, также воюем с нашими врагами. И наш узкий дух невозможно сломить. Сегодня Егор Щербаков мечтает о собственном сборнике стихотворений. Говорит, к 18-летию обязательно его выпустят. Юлия Пагасьян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видно ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова